Хей-хей, доброе утро, в Швеции я буду сегодня у нас вот сегодня у нас вторничек я вот ходил сейчас возвращаюсь уже с иммиграционки ходил в иммиграционку продлевал карту ЛМА карту там ее раз в три месяца где-то надо продлевать да где-то три месяца назад у меня было такое же там минутное дело карточку показала не раз я по компьютеру и все это буквально 20-30 секунд времени занимает людей познакомился встретил люди смотрят канал еще встретил еще когда весной был в мае месяце в Стокгольме тоже был с человеком познакомился там а там как раз был что я тогда а что-то в аптеку ходил смотрел для ну там лекарства надо было человеку тоже познакомились улыбается говорит что-то ты пополнил говорю ну так бедуем же здесь мы же голодаем поулыбались да быстренько все сделал как раз очередь подошла то я так раз раз человек был на машине как раз ехал тут к миграционке подвез а назад уже пешком пешочком возвращаюсь ну хорошо сегодня сегодня минус 2 градуса я еще вчера собрался выехать потому что там еще перед новым годом где-то пришло вчера захожу сканировал эту карту и смотрю что опа она показывает что уже все надо надо возобновлять вчера у нас новый человек у нас комнате поселили человека как раз что-то разговаривали договорить за это и за за работу а думаю дай-ка посмотрю закрыт у меня седьмой пункт или нет закрыт разрешение на работу нету так что вот так она ну кто смотрит знает разрешение не проблема получить адвокат это вот я был у меня ролик есть я был показывал что адвокат тогда человеку говорю тоже у нас комнате был сосед сейчас он в стокгольме поехала работать то он это самое она сказала мы вместе были в адвоката она говорит ну где-то за неделю час где-то за время времени где-то будет неделька ну на самом деле уже через два дня ему перезвонили говорить все у тебя открыт разрешение на работу у тебя открыто так что добро пожаловать неплохо неплохо минус минус 2 сегодня у меня дилемма или идти вот здесь можно пройти вот там понятно что почищена вот я от маленького купа возвращаюсь буду или вот здесь должно через лес хочу через лес но не знаю почистили но думаю что скорее всего почистили ночью сегодня снега не было одно если что вернусь господи ну хорошо пойду тогда здесь пройду попытаюсь по крайней мере на самом деле чистят но не знаю как было потому что не два назад у так снег хорошо падал хорошо намел здесь эта техника стоит но сейчас посмотрю нету так они чистили так они чистили я еще когда приехал то там видно было что да мне кто-то говорил тогда да по моему не щелкун тогда говорил что она чистит да красота в лесу так я говорю так не холодно вот 2 минус 2 градуса одну такой снег так на елках на соснах он такой лопатой блин не знаю ну такое чувство да сейчас вот туда за зато елочкой сидит 12 месяцев ну мы подснежники не пойдем собирать не ну красота да посмотреть глаз радует тем более повторю все таки температура мне а то так обычно минус 6 было последние дни так обычно минус 6 здесь сегодня вообще минус 2 отлично 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 да по видать что вот чисто про прошли почистили если встречу 12 месяцев по дороге то я уже тогда обратно включу камеру вот этот стоит пустой он и летом никого не было и сейчас буду я повторю здесь военный городок много было военных свое время и сейчас их намного меньше намного меньше потому зданий много даже наша получается наша общага она тоже это казарма была военные переделали красота правда через по лесу нормально люди работают вот говорю тут не везде улице чистят а здесь вот в лесу сами видите вот через лес не так много народу здесь ходит а вот чисто вот все убрали снег так вот я уже и вышел практически никого не встретил 12 месяцев я не встретил да даже с людей никого ну почищено все нормально вот здесь можно противно я смотрю снега вот да вот военные бега да это уже третье то что мне видать я уже практически вот домой пришел военные это уже точно третья партия это я так где-то приблизительно да да третья точно третье группа побежала бегают бегают они я говорил много девочек глаза бросается что соотношение мужчины женщины то немало собак выгуливают но эти всегда здесь здесь тоже люди живут вот эти что это трехэтажка раз два три четырех четырехэтажка это шведы туда дальше еще есть вот туда там тоже живут вот там директив щеки уже по директиве кто снежок как-то так надо ладно тогда буду наверно прятать камеру и вот не так приятно приятно через лес было пройти и вот я практически вот уже дома да вот остановочка вот еще группка военных бежит пробежка так как это музей вот туда дальше это музей военной техники и наша общага и вот наконец моя долгожданная выстраданная передачка которую я столько ждал но награду надо буду объективен скажу что вот привезли прям сюда я хотел вот уже собрался рюкзак собрал взял с собой термос там не где-то сейчас вот по этой погоде где-то около часу надо идти у нас сегодня минус 6 вот было уже курточку при этом уже все и тут звонят что выходе ну сбросил локацию вернее даже вот это сбросил как его название улицы дом молодцы буквально приехали выходе я говорю на если будет там ловить здесь интернет через ватсап связались и все посмотрю как она даст ну должно быть пальто вот вижу вроде как есть пальто потому что я говорю я здесь поправился и у меня здесь в принципе ну должно быть норму а то немножко как медведь у нас люди появились новые сейчас у нас здесь все человек тоже вот с кофейником своим с кофеваркой и вот там сейчас велик вот так переставили все ну переставил кофе вот так она как-то ноутбук еще один буду продавать ноутбук есть еще один ну вот и ладушки вот есть пальто есть обувь то что пришлось посылкой уже разобрал и вот еще было ну куда же менять индия никуда не делась это желательно хочу холодец делать это перец лавровый листок а и кориандр да я попросил потому что я сам люблю морку по-корейски делать это и перец надо и кориандр можно ли мне сделать попросил банку горошка все остальное все здесь не проблема еще желатин кориандр такие специи